Доброе утро! Помните, сколько радости дарило нам в детстве катание с горки? А знаете, скольких трудов стоило нашим родителям ее построить? Изучив все интернет-инструкции, вооружившись лопатами и заручившись поддержкой волонтеров, мы решили построить горку сами. Правила такие. Строить нужно при температуре минус 5, минус 10 градусов. Скат горки не должен быть направлен на проезжую часть. Оптимальная высота – 1,5-2 метра. Угол наклона ската – 45 градусов. Заливать утрамбованную горку лучше несколько раз горячей водой из лейки. Сказали метра два вот от этого забора, соответственно, от этого тоже. И катиться будут вот туда, прямо по центру. Ну, я думаю, начало будет тут. Да, и начинаем набирать сюда снег, накидывать в горку, чтобы катиться туда. Налетай! Нужно сначала набросать много-много снега, а потом просто нас туда скидывали детей, отцы, и мы вот ползали там. Что самое важное в горке? Чтобы горка в итоге стала утрамбованной, чтобы не провалился никто туда. Ответственно подходишь, да, к делу? Ну-ка проверим. Проверим. Ну, вообще плотненько так. Ладно, работаем дальше. А там, наверное, ступеньки мальчишки строят. Когда-нибудь приходилось строить? Вот честно, нет. Ну, надо же учиться. Ну, красиво получается, доволен? Да, я доволен. А какой должна быть горка? Быстрой. Пожалуй, быстрой. Ну, если посмотреть вот отсюда вот на горку, мне кажется, перспективы отличные у детей катиться далеко на несколько метров. А это правда важно, когда ты катаешься с горки, чтоб с ветерком и далеко. Необычный инвентарь, мне кажется, для строительства горки. Почему? Очень обычный, в него много влазит. Все хорошо, все отлично. До заливки дело дойдет сегодня? Я думаю, дойдет, конечно. Как без этого? Ну что, тогда работаем и ждем заливки. Когда мы только закончили прихлапывать, горка выглядела просто идеально. У нас уже мокрые ботинки, мокрый шарф и мокрая куртка. Зато сколько профессионализма. От теории к практике. Нет, подожди. Ну ладно. Вообще наука, конечно. Мне кажется, для мужских рук у вас лучше получается. Сколько у вас детства проснулось. Носится, как дети теперь, с лопатами, с ведрами. Все, разбудили детей. Уже вечереет. За этот день мы успели сделать основание горки, ступеньки, бортики, спуск, по которому можно водить, потом катиться далеко-далеко. Нынешним хозяевам останется только несколько раз пролитие водой, и можно будет кататься. Но наша работа на сегодня заканчивается, и сделали мы ее на совесть. Редактор субтитров А.Семкин